Рассвитие радиоэлектроники оказывает существенное влияние на научно-технический прогресс и успехи в социально-экономической области. Машиностроение, которое играет ключевую роль в ускорении научно-технического прогресса, нуждается в надежно работающих сложных изделиях радиоэлектроники, органически входящих в качестве комплектующих элементов с танкистическим слабым программным управлением, роботы и другие устройства гибких производственных систем. Транспорт, энергетика, космические системы и другие направления нашей экономики, где велики последствия одного единственного отказа, также нуждаются в высоконадежных изделиях радиоэлектроники. Надежность этих изделий закладывается при их проектировании, обеспечивается при производстве и поддерживается при эксплуатации в составе электронного средства. Радиоэлектроника – это область науки и техники, охватывающая широкий круг вопросов использования электромагнитной энергии для передачи, приема и преобразования сигналов и содержащейся в ней информации. Радиотехника – это область науки и техники, связанная с генерированием, преобразованием, излучением и приемом электромагнитных колебаний и волн радиочастотного диапазона. Радиотехника является частью радиоэлектроники. Кроме того, к радиоэлектронике относят технику инфра-низких частот, инфракрасную технику и оптоэлектронику. С технической стороны радиоэлектроника также охватывает автоматику, техническую кибернетику, вычислительную технику и электронику. Функциональные сложности электронные средства разделяют на уровни – система, комплекс, устройство и узел. Радиоэлектронная система – это совокупность функционально взаимодействующих автономных радиоэлектронных комплексов и устройств, которые образуют целостное единство, обладающее свойством перестроения структуры в целях рационального выбора и использования входящих средств нижних уровней при решении технических заданий. Примером может служить аэродромная автоматизированная система управления воздушным движением, которая производит измерение траекторных параметров самолетов и управление ими при полете по кругу в районе аэродрома. В зависимости от сложности решаемых технических задач, радиоэлектронная система может быть частью другой радиоэлектронной системы более высокого уровня. Радиоэлектронный комплекс – это электронные средства в виде совокупности функционально связанных радиоэлектронных устройств, обладающих свойством изменения структуры в целях сохранения работоспособности при выполнении технических задач в составе радиоэлектронной системы или в режиме самостоятельного применения. Примером радиоэлектронного комплекса может служить радиолокационный комплекс. Радиоэлектронные устройства – это электронные средства в виде функционально законченных сборочных единиц, которые выполнены на несущей конструкции и реализуют функции приема, преобразования и передачи информации или решают техническую задачу на их основе. Примером радиоэлектронного устройства является курсовой радиомаяк, предназначенный для изучения радиосигналов, содержащих информацию для управления самолетом по азимуту при заходе на посадку и во время посадки. Любое радиоэлектронное устройство структурно разделяется на радиоэлектронные функциональные узлы, которые являются электронными средствами первого уровня, состоящие, в свою очередь, из элементов нулевого уровня функциональной иерархии, радиоэлементов и электротехнических элементов. Некоторые радиоэлементы и электротехнические элементы могут входить непосредственно в радиоэлектронное устройство. Радиоэлектронный функциональный узел – это электронное средство в виде законченной сборочной единицы, которая выполнена на несущей конструкции и реализует функции преобразования сигнала и не имеет самостоятельного эксплуатационного значения. Примером радиоэлектронного функционального узла является усилитель, модулятор. По конструктивной сложности электронные средства имеют четыре уровня иерархического деления, показанные на данном рисунке. Здесь нулевой уровень составляют изделия электронной техники и электротехнические изделия. Они входят в радиоэлектронные ячейки или кассеты, выполненные на основе несущей конструкции первого уровня. На несущих конструкциях второго уровня строятся радиоэлектронные блоки или рамы, которые могут включать в себя как ячейки, так и изделия электронной техники и электротехнические изделия. Наконец, в несущих конструкциях третьего уровня разрабатываются радиоэлектронные шкафы, пульты или стойки, которые входят в конструкции как второго, так и первого уровня. Наличие двух видов классификации уровней разокрупнения свидетельствует о том, что в любом электронном средстве, как в готовом изделии, различают две непосредственно взаимосвязанные части – электрическую схему и конструкцию. Электрическая схема – это совокупность радиоэлементов, соединенных между собой в соответствии с заданным принципом действия радиоэлектронной системы или в соответствии с функциями, выполняемые данным электронным средством внутри другого электронного средства более высокого уровня. Иными словами, электрическая схема отображает те преобразования полезных сигналов и помех, которые происходят с ними при прохождении через электронное средство. Конструкция электронных средств – это совокупность изделий электронной техники, электротехнические изделия и конструктивные детали, находящиеся в определенной пространственной механической, информационной и энергетической взаимосвязи, которые обеспечивают выполнение данным электронным средством необходимых функций с высокой надежностью. Надежность – это свойство электронного средства сохранять во времени в установленных пределах значение всех требуемых характеристик, параметров и показателей при заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки. Теоретический фундамент конструирования электронных средств составляют системный анализ, математическое моделирование, исследование операций, планирование эксперимента, теория вероятности и математическая статистика, теория надежности, теория активизации и другие научные направления. Под электронным средством понимают класс электронных устройств, способных хранить, перерабатывать и выдавать информацию с помощью вычислительных и логических операций по определенному алгоритму или программе. К ним также относятся и компьютеры всех видов общего и специального назначения с устройствами периферийной автоматики, тестового контроля и сервисной аппаратуры. Наиболее представительным классом являются цифровые ЭВМ, далее следуют аналоговые вычислительные машины и аналогоцифровые. Электронные средства находят применение в научных исследованиях при моделировании и оптимизации изучаемых процессов. В задачах анализа и синтеза, исследуемых технических структур, инженерно-экономических исследованиях, системах управления различного рода процессами, сфера применения электронных средств все более расширяется и она используется практически во всех отраслях народного хозяйства страны. Электронные средства различаются по видам, области применения, конструктивному исполнению, принципу действия, значению, элементной базе. По видам электронные средства разделяются на наземные и бортовые. Первые эксплуатируются в наземных условиях, вторые – в околоземном пространстве, в акваториях морей и океанов и в условиях открытого космоса. В области применения различают электронные средства – общетехнические, бытовые, самолетные, морские, космические и специальные. Общетехническая аппаратура применяется для решения научных, инженерных и экономических задач. Бытовая используется в повседневной жизни людей. Самолетная эксплуатируется на всех видах летательных аппаратов, совершающих полеты в пределах тропосферы до 17 км над уровнем моря и стратосферы до 85 км над уровнем моря. Морская – во всех видах судов. Космическая – на метеорологических зондах, искусственных спутниках Земли, космических кораблях и станциях, работающих в условиях и уносферах, то есть удаленных от поверхности Земли более чем на 85 км. Специальные электронные средства могут быть как наземными, так и бортовыми. По конструктивному исполнению различаются стационарные, перевозимые и переносные электронные средства. Первые предназначены для эксплуатации в стационарных помещениях, вторые – в полевых условиях, на различных наземных транспортных средствах, а переносные могут быть использованы в обоих указанных случаях. По принципу действия электронные средства подразделяют на цифровые, аналоговые и цифроаналоговые. Цифровая и аналоговая аппаратуры используют, соответственно, основные схемотехнические принципы цифровой вычислительной и аналоговой техники, цифроаналоговые электронные средства, комбинацию этих признаков. По назначению различают универсальные, управляющие и контрольные электронные средства. Универсальная аппаратура рассчитана на широкое применение и решение различного рода научных и инженерных задач. Управляющая и контрольная предназначены, соответственно, для управления и контроля различного рода процессов. Бортовые электронные средства, как правило, являются управляющими, то есть они работают в замкнутом контуре управления объектом. В зависимости от вида элементной базы различают электронные средства, выполненные на электронных лампах, первое поколение, на дискретных полупроводниковых приборах, второе поколение, на интегральных микросхемах, третье поколение и больших интегральных схемах, четвертое поколение. В настоящее время в соответствии с ГОСТ 17.0.2.1.2.75 различают 5 степеней интеграции интегральных микросхем. Первая степень интеграции – это интегральные микросхемы, содержащие до 10 элементов и компонентов ключителей. Вторая степень интеграции – интегральные микросхемы, содержащие от 10 до 100 элементов и компонентов. Третья степень интеграции – это интегральные микросхемы, содержащие от 100 до 1000 элементов. Четвертая степень интеграции – это интегральные микросхемы, содержащие от 100 до 10 000 элементов. Пятая степень интеграции характеризуется числом элементов и компонентов в интегральных микросхемах от 10 000 до 100 000. Современные электронные средства проектируются по иерархическому принципу, то есть, сколь угодно сложная система компонуется из типовых и более простых устройств. Эти устройства состоят из частей различной степени сложности или различных структурных уровней. Каждый структурный уровень характеризуется элементной, конструктивной и технологической однородностью. На рисунке в качестве примера проведена иерархическая структура электронного средства второго поколения, которая условно изображена в виде ряда прямоугольников, входящих друг в друга. В соответствии с ней иерархия электронного средства начинается с нулевого структурного уровня, который называется элементным базисом. Он включает в себя неделимые схемные электрорадиоэлементы и детали, представляющие собой первичные объекты сборки, из которых собираются узлы и модули, входящие в первый структурный уровень электронных средств. Узлы, выполняющие возложенные на них функции, вне зависимости от других частей конструкции электронных средств, называют функционально-автономными или модулями. Узлы, выполняющие возложенные на них функции, только при наличии связей с другими частями конструкции электронных средств, называются технологическими. Функционально-автономные и технологические узлы объединяют в блоки и стойки. Блоки могут быть механическими, электрическими, электромеханическими, электронными, оптическими, акустическими и т.д. Сочленение блоков единой конструкции называют стойкой. Блоки и стойки образуют второй структурный уровень иерархии электронных средств. Сочетание стойки в единой конструкции называется шкафом. Конструктивным признаком шкафа является наличие съемной панели или двери, обеспечивающей доступ к его содержимому. Шкафы образуют третий структурный уровень иерархии электронных средств. Заметим, что в зависимости от сложности электронного средства число устройств в каждом структурном уровне может быть самое различное. Аппаратуру, выполненную на интегральных микросхемах и больших интегральных схемах, называют микроэлектронным средством. Микроэлектронное средство сохраняет полностью иерархический принцип построения, но ее иерархическая структурная схема имеет несколько другой вид. Объясняется это тем, что на низших уровнях иерархии микроэлектронного средства применяются интегральные микросхемы, которые являются элементным базисом, схемно-конструктивно несравнимо сложнее электрорадиоэлементов нулевого уровня схемы, представленной на предыдущем слайде. Иерархическая структурная схема микроэлектронных средств большей частью представляет собой модули. В соответствии со схемой эти модули объединяют далее в субблоки, блоки, устройства и комплексы. Высшим уровнем иерархии микроэлектронных средств является система. Заметим, однако, что рассмотренные иерархические структурные схемы являются в значительной степени условными, ибо они отражают в основном достигнутую на современном этапе развития техники степень интеграции изделия микроэлектроники. Электронные средства удобно классифицировать по следующим признакам. Виду аппаратуры, область ее применения, способу конструктивного выполнения, принципу действия, назначению и элементной базе. В соответствии с перечисленными признаками, классификация электронных средств представлена в данной таблице. Проведенная классификация достаточно укропненная, но она позволяет выделить главные отличительные признаки электронных средств различных видов. Пусть, например, необходимо знать основные характеристики переносного электронного средства общетехнического назначения. Из классификационной схемы следует, что такая аппаратура может быть только наземной, конструктивно оформляться в переносном виде, она может быть создана преимущественно на цифровом принципе, иметь универсальное или контрольное назначение и быть выполненной на любой элементной базе. В настоящее время значительно усложнились объекты проектирования, повысились требования, предъявляемые к ним, что заставило отказаться от традиционных методов проектирования и перейти к новым методам – системно. Системное проектирование невозможно без научной основы, без обобщения известных ранее методов проектирования, их анализ. Проектирование включает три основных стадии – дивергенция, трансформация и конвергенция. Дивергенция – это подготовительный этап, который включает в себя исследование проектной ситуации, сбор информации об объекте исследования. Трансформация – это этап принятия решения. Конвергенция – совокупность логических и математических методов, носящих формальный характер. Это единственная стадия, которая подается логическому анализу и может быть выполнена при помощи средств вычислительной техники. Процесс инженерного проектирования содержит ряд этапов. Первый этап – это изучение целей и задач. На этом этапе задачи формируются в общем виде, производится дивергентный поиск, необходимый для конкретизации задач. Второй этап – это выбор пути решения, или так называемый этап трансформации. Третий этап – формирование цели. На этом этапе выбирается идея, формируется способ решения. Четвертый этап – инженерный анализ, или этап конвергенции. Его основа – это создание модели, ее анализ, оптимизация, обобщение результатов. Пятый этап – это конкретизация решения для определенных условий. Изучение процесса проектирования возможно как на физических, так и на математических моделях. Поскольку построение физических моделей связано со значительными затратами средств и времени, наиболее целесообразно использовать процесс проектирования на математических моделях. Способы представления математических моделей весьма разнообразны. Выбор формы моделирования объекта исследования определяется рядом факторов. Типа моделируемой схемы или конструкции, выбором независимых перемен, требуемой точностью, действующими факторами. В настоящее время можно отметить следующие способы моделирования задач проектирования. Модели элементов в виде схем замещения. Степень сложности схемы замещения и математических соотношений зависит от того, как точно моделируются процессы в реальном объекте. При возрастании требований к точности увеличивается сложность модели, что приводит к использованию машинных методов проектирования. Цифровая модель, образующая математические соотношения, описывающая, например, связь токов и напряжений. Для расчета цифровых моделей вследствие сложности связи трудно использовать аналитические методы. В этих случаях лучше применять численные методы решения уравнения модели. Статические и динамические модели. Статические модели отражают состояние элементов в объекте исследования и не содержат реактивных компонентов и параметров, зависящих от времени. Динамические модели отражают процессы в элементах и учитывают время. Математическая модель – это некоторый функциональный оператор, где x1, x2, xn – система внутренних параметров элементов, а y1, y2, yn – совокупность внешних параметров элементов. Внутренние параметры – это электрофизические, конструктивно-технологические, а внешние, как правило, токи и напряжения. Значит, чтобы задать математическую модель элемента схемы и явления, необходимо определить форму и представление, математические зависимости, связывающие внешние и внутренние параметры, и значение внутренних параметров. Рассмотрим основные требования к моделям, предназначенные для анализа электронных схем. Основным требованием является точность соответствия модели реальному элементу. Как правило, оценка точности производится по степени совпадения вольт-амперной характеристики модели и реального объекта исследования. Используются следующие оценки. Максимальное относительное отклонение в рабочем диапазоне. И среднеквадратическое отклонение в рабочем диапазоне, где n – это число точек измерения, y – внешний параметр модели. Требования к модели связаны с использованием их на компьютерах. Одним из таких требований является непрерывность модели. Для обеспечения высокой точности вычислений к моделям предъявляются требования об условленности, то есть возможность точного расчета аргументов модели и малое влияние ошибок этого расчета на выходные параметры модели. Важным требованием к модели считается ее простота, так как даже при использовании компьютера усложнение модели лечит за собой увеличение времени расчета.